Здравствуйте, меня зовут Самоленко Наталья. Я прошу прощения у тех зрителей, у кого сюжет о сныте вызвал не очень приятные эмоции. Признаюсь честно, что мы понимали, что бедная улитка не у всех вызовет приятные эмоции. Но, во-первых, хотелось похулиганить, а во-вторых, хотелось показать, насколько интересно, загадочно и несмотря ни на что красива природа даже в таком ее проявлении. Спасибо всем, кто досмотрел тот сюжет до конца. И спасибо за комментарии. Мы читаем все комментарии и стараемся отвечать также на все, сколько бы их не было. В двух комментариях прозвучала просьба рассказать о странном поведении сорняков, косящих под благородные растения. Действительно, мы с вами не раз замечали, что сныть прекрасно маскируется под пион, крапива под яснотку, чертополох косит под синеголовники и так далее. И чем больше и тщательнее мы с вами пропалываем, тем больше сходства у наших сорняков. Кто-то из зрителей назвал это мимикрия и был абсолютно прав. То, что мы с вами наблюдаем на наших участках, называется мимикрия вавилова. Но прежде чем мы с вами поговорим о вавиловской мимикрии, давайте немного разберемся в сути этого процесса. Что это такое, зачем она нужна растениям и чем это грозит нам в будущем. Все хотят жить. Люди, животные, насекомые, растения, грибы и бактерии тоже. И в борьбе за существование многие живые организмы обзавелись неким оружием. Зубами, жалом, шипами. Некоторые особенно прогрессивные – ядерными бомбами. В общем, кто на что гораст. Но есть такие организмы, которые не смогли это сделать. Уж не знаю почему, но никакого устрашающего оружия у них нет. А жить-то хочется. И путем естественного отбора они стали постепенно меняться. Появились растения, похожие на камни. Жучки на веточке. Стали появляться растения, имитирующие других собратьев по цеху, но с грозной репутацией. Помните, мы с вами все время натыкаемся на якобы два вида крапивы. Один вызывает раздражение на коже, а другой совершенно безвреден. Но каждый раз, перед тем, как дотронуться, мы съеживаемся в предвкушении неприятных ощущений. На самом деле это не один вид, а два совершенно разных растения. Крапива и яснотка. Яснотка так защищается, отпугивая травоядных животных и неугомонных садоводов. Имитация другого вида не обязательно связана с самообороной. Она также может быть продиктована стремлением к продолжению рода. К примеру, на одном ареале растут два растения. Одному повезло, и у него большое количество привлекательного нектара. А вот у соседки дела обстоят хуже. Как вы думаете, кого выберет опылитель? Правильно, там, где нектара больше. И что делать? Вариантов, на мой взгляд, немного. Или пополнить ряды вымерших растений, или постараться стать максимально похожим на удачливую соседку. Тогда шанс на выживание и продолжение рода увеличится. И пчелы шмелили бабочки, ошибившись и обманувшись, опылят и их. Вот один из примеров. Есть такая орхидея. Пыльцеголовник красный. Красивое и милое растение. Почти неконкурентно способное. И мало привлекательное для пчел. А вот колокольчик, растущий рядом, пчелам более интересен. Он выделяет обильный нектар. За счет сходства формы цветка пчелы опыляют обоих. Или еще пример. Хорошо, когда твой ареал луга, опушки широколистных листов, в крайнем случае обочины дорог. А если вас угораздило родиться в пустыне, на болоте, или ваш дом, берег среди земноморского побережья, причем прямо у воды, что делать? Я вот лично не могу себе представить следующую картину. Мертвая пустыня. И над ней рой бабочек. Что им там делать-то? А вот мух и жуков-навозников я себе представить могу. Кто-то же должен перерабатывать отходы и трупы животных. Так что в таких условиях делать бедным растениям? Принца тут не дождешься. Тогда нужно работать с тем, что есть. И ряд растений выработали механизм, привлекающий мух и жуков. Распускаясь, цветок начинает издавать легкий или не очень легкий запах гнилой плоти, тухлого мяса. Могут быть другие вариации на тему. К примеру, аромат свежего говни-навоза. К таким растениям можно отнести гендору африканскую. Одно из самых необычных растений. Ее внешний вид одновременно и завораживает, и вызывает отвращение. Цветок похож на змеиную голову, которая широко раскрывает свою пасть. Вдобавок ко всему, гендора является паразитом и насекомоядным растением. Распустившись, цветок имеет неприятный запах, похожий на запах тухлого мяса. Именно этот запах привлекает мух и жуков-навозников. На мой взгляд, гендора неплохо устроилась. А что? После опыления можно и пообедать. Мир ароматов растений крайне разнообразен. От нежного тонкого запаха французских духов до отталкивающего запашка гниющей рыбы. И так мы выяснили, что мимикрия – это особая в большинстве случаев пассивная стратегия выживания. Кстати, впервые она была описана в конце XIX века англичанином Генри Бейтсом. Он обратил внимание на то, что среди ярко окрашенных бабочек Южной Америки некоторые виды выглядят почти одинаково. Но одни ядовиты, а другие совершенно безвредны. Изучая этот феномен, Бейтс пришел к выводу, что безвредные виды маскируются под ядовитые для того, чтобы не быть съеденными. Он назвал это явление мимикрией. Сейчас его так и называют – мимикрия Бейтса. Но есть еще один вид мимикрии, для нас с вами он более интересен. Это мимикрия Вавилова. Чем она отличается? Мимикрия Бейтса подразумевает трех участников. Тот, кого имитирует, тот, кто имитирует, и природный фактор естественного отбора. К примеру, хищник, от которого защищается имитатор. В мимикрии Вавилова этим фактором естественного отбора становится человек. К примеру, при сортировке зерна должны оставаться только зерна пшеницы, а сорные травы отсеиваются. Но обязательно будет несколько зернышек сорняков, которые пропустят, так как семена будут достаточно крупными, чтобы сойти за пшеницу. Попав на поле, они дадут потомство, где будет больше крупных зерен. Те, в свою очередь, дадут свое потомство и так далее. То же самое касается прополки. Сорняку прикольно жить на вашей грядке, клумбе или газону. И это понятно. Там его холят, лелеют, поэтому он максимально пытается подходить на тот вид, который не выпалывают. С каждым годом все более и более маскируясь под культурное растение. Более того, в погоне за место под солнцем меняться может не только внешний вид или размер семени. Сорняк может вдруг стать полезным для человека. Ярким примером является рожь и овес. Долгое время, между прочим, это были сорняки, просто растущие вместе с пшеницей. Рожь, которую мы с вами сейчас едим, когда-то была сорняком. Родом она из Турции. И вместе с пшеницей начала свое путешествие по миру. Попав в холодные регионы с бедной почвой, рожь показала искусство выживания. Выглядит лучше. И урожаю по сравнению с пшеницей и ящменем гораздо больше. Таким образом, рожь для многих регионов стала основной культурой. История ржи и овса для человека – это сказка с хорошим концом. Но так бывает не всегда. Многие сорняки показывают не такое приятное для человека превращение. Иногда, стремясь выжить любой ценой, они становятся невосприимчивы к гербицидам. И даже наоборот. Гербициды могут стимулировать их рост. Я не против применения химии. Но применять ее надо с умом. Память, а у растений есть память. И приспосабливаемость растений, особенно тех, которых мы считаем сорняками, зачастую поражает и восхищает. Кто-то сказал, растения могут все, кроме как самостоятельно сеяться и расти встроенными ровными рядами. Хотя, я думаю, что если надо, то сорняки смогут и это. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч!